И доброго времени суток! Вы на просторах игрового канала Ичи Геймс, меня зовут Антон, или же просто Ичи, и сегодня мы продолжаем наше путешествие по Средиземью, модификации для Варбанда The Last Days. Что же, в прошлой серии мы попутешествовали по Лориену, там была у нас также небольшая стычка с дезертирами и всё такое, ну а теперь мы попробуем, наверное, двинуться куда-то в сторону, опять-таки, того же Рохана, посетить западный Эмнет, посетить там, точнее, гробницу одну, для того, чтобы, ну я не знаю, для чего, Для того, чтобы получить, на самом деле, банально повышение к некоторым своим параметрам, там, трейд, все дела, полезные плюшки, в общем-то, и да, кстати, если вы знаете где-то какие-то места на карте, в которых можно получить такие характеристики, либо ещё способы получения таких вот трейдов, пассивных характеристик, бонусов к ним, то напишите об этом в комментариях, мне будет интересно почитать, да, и я думаю, смотрящим видео, и при этом не знаю, О том, где, что это находится, полезное для геймплея, для игры, будет также интересно об этом узнать всё, как-то вот так, в любом случае, движемся вперёд, я не знаю, что у нас там, на самом деле, по очкам снабжения, то есть, хватит ли нам на содержание войск или нет, но у нас потихоньку, ребятки, восстанавливались, более правильно будет сказать, так, 15 бойцов против 29 воинов противника, блин, эти прям налетели на нас, дезертиры, ну, попробуем, в крайнем случае, уж простите, загружусь, Но это будет в крайнем случае, если совсем всё печально, 15 против 29, ну, смотря кто у них там, с другой стороны, опять-таки, смотря кто у них находится там, лучники наши пока палят, хорошо, так, пожалуй, подниму щит, сами мы вперёд, пожалуй, не пойдём, так, ну, вроде как, не всадники, хотя... Нет, может, и всадники, фигурки достаточно крупные, ладно, так, почему-то не отображается, кстати говоря, кто кого сколько вальнул, а вот пошло. Так. Во, во, во! Так. Как. Так, ладно. Так, раз, два, три. Так, чуть-чуть осталось, ладно. Ладно, может быть, справимся. Так, немножко, вы уж извиняйте, что я опять-таки молчал, сосредоточился на бое. Есть. Фух, неужели победили? Неужели? Затащили. И благодаря стараниям вообще всего в кровище Брайлинка Столома мы таки одолели врага. Фух, так, ладно. Даже стрёмно посмотреть наши потери. Ну, двое ранено, но это, скорее всего, компаньоны. Ну и нехило так убито, конечно. Ладно. Нормально, справимся. А, стоп, нет, восемь ранено и там ещё несколько убитым. Ну и двадцать девять, в общем-то. Орков из Долгулдура тоже мы завалили. Причём значительную часть вальнул я. Опять-таки. Так, ладно. Я думаю, нам стоит таки вернуться, наверное, к Эрри Бору. По-хорошему. По той поспечении, что как бы... Ну, шлем себе прикупить, понятное дело. Ну и в целом, поулучшать войска и нанять новые. Потому что двигаться к Рохану это хорошо, но... Что-то мне подсказывает, что... Такими темпами мы далеко там не продвинемся. Сейчас опять какие-нибудь дезертиры к нам прибудут и всё. И будет нам делов. Так, ладно. Где там наш... Блин, с другой стороны и до Рохана тут недалеко. Но через вражьи территории тоже переться как бы. Ладно, попробуем двинуться обратно. У нас, в конце концов, есть что продать. Сдать, точнее, нашим, скажем так, ребяткам на очки снабжения. Тем более у нас в отряде. Сами видите, всё печально. Как бы, если кто нападёт, то мы уже не отобьёмся. Так, стоп. Давайте-ка я сохранюсь. После такой замечательной победы, как мне кажется, стоит сохраниться. Вот, реально. Не знаю, сколько я там вальнул в одиночку, но, по-моему, достаточно прилично. И то, начал уже конкретно кромцать. Читайте, когда понял, что без вариантов блокировать, просто надо рубить. И надеяться на то, что нам повезёт. И повезло. Не знаю, насколько дварфы сами верят в удачу и всё такое. Так, король Дайн второй, железно. Стоп. Хочешь, чтобы мы явились к нему, да? Так, стоп. Хочешь, чтобы мы к нему явились. Ну, допустим. И куда надо прибыть тогда? Отрядов. Стоп. Мы, по-моему, ему заявили, что мы не придём. У нас есть дело поважнее. Я не туда кликнул. Почему-то я думал, что сверху нужно жмякать. Ладно. Ну, с другой стороны, да. У нас нету готовых к бою бойцов в достаточном количестве. Это первое. Вот, на самом деле. И второе. Ну, нам шлем хотя бы на худой конец надо приобрести. И в целом на содержание ребятушек наших что-то толковое. Так что пусть уж король потерпит. Что я могу ещё сказать? Так. Опять-таки, нельзя ускорять наш бег. На случай, если кто-то к нам тут припрётся. И попытается напасть. Если будет слишком большой перевел. Фу-то перевел. Перевес сил противника нужно будет куда-то отступать, стараться. Поэтому будем действовать аккуратненько сейчас. Крайне стараться. Так, здесь ривендельские ребятки разъезжают. Окей. Да, им второй железный на стоп. Какой-то там северный аванпост он насадил, да. Но нам, опять-таки, это пока что не актуально. Нам нужно пополнить ряды. И всё прочее, как я уже неоднократно упомянул. Пока что мы не можем ему, в общем-то, ничем подсобить. Да. Лучников надо побольше, конечно, для того, чтобы с варгами справляться. И всё такое, с одной стороны. С другой стороны, такие лучники меткие, и такие, блин, хорошие в ближнем бою бойцы, что... Ну, вы сами понимаете, что я иронизирую. При подходе врага вблизь от них толку намного меньше, естественно. Так что даже не знаю, на самом деле, что и как делать в этом плане. Что можно с этим всем поделать. Даже так будет более верно сказать. Ну, ничего. Подъезжаем к нашим территориям неторопливо. Что там такое? Розовеется. В темноте. А, ну, рунийская, да? Что там? Как бы там ни было. Может, он северный аванпост гоблинов, я не знаю, осадил или типа того. В общем, какой-то... Нет. Северный аванпост, это последнее слово было. То бишь, либо гоблинский северный аванпост, я предполагаю, конечно, только. Либо ещё что-то в таком ключе. Так. Что здесь у нас такое? Вождь Тигрим Биорнс. Ага. Значит, Баронор, Чёрный и Мех, всё такое. Ну, в общем, битва большая. Против, значит, Собор Зы и там Хозяева Кнута, всё такое. А знаете, что я сделаю? А здесь у нас что? Ага. Я, во-первых, сохранюсь, естественно. Во-вторых, попробую помочь нашим союзникам. Может быть, нам что-нибудь интересное такое перепадёт здесь. Почему бы не подсобить? Большая битва. Там прям сочная такая должна быть, правильно? Так. Давайте поможем, в общем, Грин Биорну и всё такое. Значит, у нас 193 воина против 241 бойца-врага. Ох. Будем биться в северном темнолесии. Окей. Насколько мы там восстановились? Ну, достаточно неплохо. Темнолесие оправдывает своё название, являясь достаточно тёмным местом, как мы с вами уже можем убедиться. Естественно, в атаку я всех пускаю, не хочу заморачиваться с тактикой особо. Все, кто под моим контролем, нехай идут в бой. Так. Ух, чую, нарвусь я. Не, наверное, лучше как-то поберечься, поостеречься. Что? А-а-а. А. Кто-то там уже падает без сознания. Ладно. Двигаемся так или иначе вперёд потихонечку мы. Какие звуки, конечно, шикарные тут. Ну всё, понеслась. Я опять-таки в основном буду молчать во время боя, потому что в ушах у меня тот ещё уор сейчас стоит. Храган. 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 Так! Так! Да йома, я! Хэм! Да! Чё-то я не рассчитал. Оу! Знаете, извиняйте, но я сейчас загружусь просто за тем, чтобы нормально посражаться, потому что мне лично такой расклад немножечко не понравился. Всё-таки здесь шанс нам получить дополнительный опыт и всё такое. Не знаю, можете назвать это читерством каким-то или ещё что-то в таком ключе. Ну, реально, интереснее всё-таки, наверное, когда я сражаюсь и всё такое. А то тут ещё ракурс такой выдался нам, что особо не было наблюдать толком за битвой. Будем считать, что ничего до этого не было. Вот. Так. Хорошо. Просто будем действовать как-то, наверное, более осмотрительно сейчас. Стараться. И посылаем наших в бой. Начинаем замес, как говорится. Так. Сразу, наверное, вооружусь чем-то потяжелее. Потому что как бы... как бы надо. Так. Ох, аж звук подлагивает в бою. Настолько много всего тут. в бою. Так. Ладно. Живы, целы. На том спасибо. Так. Нормально. Хорошо. Ну, вроде как, пока справляемся. Так. откуда прилетело. Ух. Так. Нет. Походу, что-то меня славит сейчас. А может и нет. Не знаю. Ну, прям совсем на грани. Одна тычка и все. То есть тут без вариантов. Ну, более продуктивно. Уже не буду, понятное дело, никак загружаться. Чтоб уж по-честному все было. Просто будем сейчас более аккуратным. Так. Так. Кто лидирует, кто нет. Не пойму. Да, отступай ты назад. Ё-моё. Так. Еще лучники повсюду, блин, палят. Это вообще жесть. Но враги дрогнули. Так. Это наш, да? Нет. Фух. Повезло. Реально. Да. 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 Окей. Так. Ага. Вы разгромили врага. В любом случае. Что мы имеем? Один убит у нас и восемь ранено, да? Ну, у союзников, понятное дело, потерь куча. Там. Ну, как куча. 25 убит, а 42 ранено, да? И у врага. Оу. 131 убит, 6 ранено. Нехило так. Ладно, хорошо. И у нас 113 воинов против 105 бойцов врага. Ну, что же. Вступаем в бой, естественно, мы. Так. Ну, здесь уже мне на рожон точно лучше не лезть. Иначе плохо будет. Опять-таки вооражусь своим большим. Эй, стоп, кому я нанес? Прости, пони, я не хотел тебе два урона нанести целых. Ладно. Воу. Что творится-то? А, ну, лучники работают, да? Эй! Коняшка! За что? Целых два раза по ноль урона нанесла. Коняшка. Ладно. Так. Вперед в атаку, чё? Я не трус, но в первые ряды я сейчас теперь не рвусь. Ой. Это плохо. Ладно. Аккуратнее надо. Так. Ничего. Справимся. Не, в принципе, дернинги не настолько лучше слабы, я на самом деле сказал. Ну, конечно, против каких-нибудь конников или тому подобное шансов, наверное, у них немного. Если вы слышали сейчас динь-дон, динь-дон, то это нормально. Просто звонок. Это не у вас. Ну, если у вас, конечно, такой же звонок. Вот. Так. Ну, ничего. Справляемся. Лучники тут опять-таки работают. Лисовиков. И лучники нехило действительно тебе помогают. Ну, и наши лучники там. Всё такое. То есть, наверное, во многом сейчас ещё за счёт лучников тащим. Ну, мне почему-то так кажется. Могу, естественно, и ошибаться. Так. О, килей. Вот тут и килей. Килей получил уровень. Молодец. Так. Там, походу, основной замес сейчас творится, да? Ох, чую я сейчас, что огребу. Ох, чую. Ну, ничего. Нормально. Справимся. А вот и победа. Хорошо. Враги бежут. Куда бежут? Бегут в ужасе. Во. И мы тут всякое пополучали. Гундабад там получает. Всякое всё такое. Там очки. Отношения. Все дела. Ну, вообще прекрасно. Угу. Ты появился как никогда вовремя, Брайлинга, столом. Я не забуду твою помощь. Вас благодарим же небеса и всё такое, да? Ага. За победу не оплачем судьбу всех павших. Окей. Гринбиорн. Как скажешь. Как скажешь. Как скажешь. Лут какой-нибудь есть, нет? Для меня. Ну, я рассчитывал на что-то побольше. Ну, ладно. Как бы. Грех жаловаться. Опыт пополучали, в конце концов. Боюсь. Всё такое. В принципе-то. В принципе-то, да. Так. Ну, и да. У нас тут металлов. Опять-таки, куча, которые мы можем у себя Верри Борис багрить и всё такое прочее. Так. Давайте теперь, в принципе, глянем параметры, во-первых, нашего персонажа. Когда мы Шурень, вроде как, оказывается, тоже получили. Ух. Так. Ловкость я где-то до 15-ти, помнится, хотел поднять, да? Вроде как. Так. Ну, и харизму у нас будет тоже развивать, естественно. Чтобы увеличивать такие число бойцов в отряде, потому что... Потому что надо, в конце концов, как показала практика. Но, пока что ловкость давайте развивать как-то. Ох. У нас уже очки умений 3, да? Сбор трофеев. Штука, конечно, полезная. И от ловкости, кстати, зависит. Аааа. Сбор трофеев. Больше трофеев, понятное дело. Владение щитом у нас. Ну, оно лично для меня не сверх актуально. Ловкость это владение оружием, да. Бросок. Ну, топорики и так нехило урон наносит. Как бы, зачем еще больше развивать луч. Кому я не пользуюсь. Обучение. Тренировать, да. Тактика. Что ж взять-то. А, ну, поиск пути, кстати, неплохо было. Ну, на поиск пути нам... Что там? А, интеллект нужен, да? Что поиск пути нормально развить. Ну, да. Интеллект лишним тоже не будет, конечно же. Хммм. Убеждение, хирургия, упаковка. Ну, в общем, получается так, что пока что бережем наши очки, опять-таки, наверное. Ну, либо, в самом деле, поиск пути раз... А, стоп. Да, я его не разовью. Сбор трофеев можно развить, конечно. Получать больший лут в действительности. Больше лута, больше очков снабжения и все такое. Давайте, ладно, валью сюда. Три очка. Я думаю, лишним не будет таки. Если что, остальные характеристики будем стараться компаньонами вправить в самом деле. Чего уж тут. И древковое оружие, естественно, повышаем. Ну, и там одноручное. В общем, во что можем, в то и вливаем. Так, отряд. Пока не забылся. Так, это дворфа дворфа. Где там наши ребятюньки, получившие повышение? По-моему, килли только у нас повышение это получил, да? Ну, давайте с ним побеседуем. Да, кстати, я хочу это само... Узнать, как твое здоровье, в принципе. Рана изувеченная нога причиняет мне боль. Оу, тебе ногу изувечили? Ну, ничего. Поправись. Поправись. Нормально. О, да. Бодрячком. Правильно. Раз так орешь, значит, не такую уж она тебе и боль причиняет. Прям такой... Ух! Дерзкий, резкий, молодежный, блин. Навыки-то свои. Расскажи, чем ты там владеешь, друг мой любезный. Эээ, ну давай я тебе силу, я не знаю, до 15 подниму и сделаю тебя уж совсем таким серьезным бойцом. Там сбор трофеев, все дела у тебя опять-таки тоже есть, что весьма и весьма неплохо для отряда бонусы там будет давать. Ну, короче, повышаю я ему мощный удар, тогда нехай еще сильнее рубит, нарезает. Прям будет вообще боец-боец. Ну и да, древковое ему волью, например. Интересно, кстати, у них в бою, когда они рубят там тем или иным оружием, повышается характеристика или нет? Я вот что-то как-то не обращал никогда внимания на вот этот момент. Ну, обратим, как говорится, если будет возможность. Хотя, зная меня, могу и позабыть об этом. Так что напишите в комментариях, опять-таки, если вы в курсе, повышаются ли у них от этого все его характеристики. Ну, а пока, как бы там ни было, я сохранился и двинусь дальше уже к нашим территориям, естественно. Нужно будет заглянуть, пожалуй, в каменоломни. Для начала, например, там взять себе бойцов, что-нибудь сбагрить, там металл, опять-таки очки снабжения пополучать. Все такое улучшить наших ребят, в принципе, посмотреть, может, что интересное в продаже находится в каменоломни. Шлем там какой-нибудь достаточно хороший и при этом не сверх дорогой. В общем, будем разбираться со всем этим. Так, осаждает южная ванпост гоблинов Мириэль. Некая. Хорошо, молодец. Ну, как бы там ни было, нам нужно восстанавливаться сейчас. Давайте заглянем на гномий склад здесь. Ну, очередной пони. Ну, пони это хорошо, но на пони будем только мы тогда в армии. Ну, как полководец, все дела с другой стороны, как бы. Да? Типа пафос, все такое. Пафос, скажешь тоже. Ну, давайте. Так, 700. Окей. Да, у нас нехило так очков снабжения ушло, конечно, на содержание. Поэтому не лишним это все дело будет. Ну и в кузню заглянем, понятное дело. Кузня у нас 1000. Вот все дна. Ну, поэтому по максимуму сейчас закинем. Так. Так, и еще. Окей. Еще раз в кузню заглянем. Может, что прикупить можно будет толково. Ну, гномий шлем. Ну, плюс 37 защиты головы. По-моему, наш предыдущий был на плюс 40, да? Как мы выглядим? Будем. Забавно. Так, хорошо. Кстати, вот гномий кайф с маской мне нравится. Вот посмотрите, какой клевый внешне. Мне он реально нравится. Красивый. Красивый. Ха-ха-ха. Гномий кожаный шлем. А вот. А, фу ты. Кожаный. Хохлатый. Ну, ничего так, в общем-то. Сколько он там? Две 160, да? То есть. А как мы выглядеть будем? Ну, нормально мы будем выглядеть, на самом деле. И тоже такой, в общем-то, неплохой. Да. Взять, не взять. Я не уверен, что нам хватит на содержание ребятушки наших нормально. То есть, если мы 364 так, отдадим 1796 сейчас. Ну, примерно, что мы, получается, заработали, то мы тогда, наверное, сейчас и потратим. Ну, давайте, в общем, так сделаем. Я не знаю, что там у нас осталось-то. 1491, да? Ладно. Пойдем в казармы фракции Эрибур. Возьмем себе добровольцев. Вот так вот. Хорошо. Далее отряд. Еще надо же кое-что сделать. Нам, естественно, улучшаем. Так, а этих воин гномов или гном дозорный. Я, наверное, все-таки сделаю пока дозорных. Ну, и дальше уже будем смотреть по циферкам, да? Но это воины у нас. Окей. Дозорные. А это у нас, опять-таки, воины. Надо их как-то разделить, в общем-то. Так. 8 и 3, значит, 11, да? 11 бойцов ближнего боя и 7 бойцов дальнего боя у нас на данный момент, получается, в отряде. Если я, конечно, все правильно посчитал. А то с меня станется. Ну, нормально. И еще 906 очков снабжения в наличии. Мало, на самом деле. То есть, как бы, нужно реально двигаться куда-то, помогать нашим субратьям далее. Какой-то аванпост гоблинов, помнится, наш король там осадил, да? Локации. Ой, не гоблинов. Ну, какой-то там северный аванпост. А чей он северный аванпост-то мог осадить? А, ну, учитывая, что это после сочетания было, то тогда что? Какой-нибудь гундабадский, наверное, да? Есть ли такое вообще наличие? Так, АВГ. Главный рунийский лагерь? Нет. Хам. Да фиг его знает, на самом деле. Ладно, давайте посмотрим тогда через это, где наш король последний раз был. Эрибор. Король Дайн второй железно-стоп. И известно, где он был. Южный аванпост гоблинов. Он там был последний раз, да? Но это, по-моему, был он там еще, когда нам навешали, как бы. Вот в чем момент. Да. Ладно. Блин, а как нам своему этому братью не вернуться? Ну, двинемся к Эрибору тогда, что ли? Так. Что за нафиг очередной проезжает? В смысле, караван. Окей. Мордор стал слабее. Теперь он, как обычно, непобедим. Так. В Эриборе. Стоп. Есть кто? Нет. Только добровольцы. А вот у короля опять-таки нема в Эриборе. Блин, где наш король, мне интересно. Надо бы с ним, наверное, помотаться как-то, посражаться, помочь, пока у нас есть хоть какие-то средства, блин. Аааа, ладно. Ну, в казарму можно заглянуть, в принципе. Эээм. Взять себе там новобранцев сколько можем. Так. Ну и, допустим, дозорного. Аааа. Ну и давайте воина фиг с ним. По максимуму вот так вот. Хорошо. Да, да. Возможно они вернутся, но скорее всего нет. Так. В любом случае, что у нас там по времени? По времени серию на самом деле можно, в принципе, и закончить. Поэтому что же, надеюсь вам так или иначе понравилось. Не забывайте про лайки и комментарии, а также подписку на канал, если вы этого еще не сделали. Ну и обязательно делитесь видео, репостите их куда только возможно. Вот. Что же. С вами был Антон или же просто Ичи. Вы были на просторах игрового канала Ичи Геймс. И всех вам благ, удачи, пока. Так. Так.